Наталья Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему. Срок уплаты имущественных налогов за прошлый год истек чуть более двух недель назад, 3 декабря. Все ли анапчане успели оплатить имущественные налоги? Вы знаете, к большому нашему сожалению, не все анапчане успели оплатить налоги. По имеющейся у нас информации по поступлениям на 13 декабря, собираемость налогов составила по отношению к исчисленным в этом году за прошлый год налогам 83%. На сегодняшний день задолженность составляет по имущественным налогам 329 миллионов, оплачена же плательщиками 470 миллионов в текущем году. Скажите, а какие способы оплаты налогов существуют на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас очень много электронных сервисов, позволяющих оплатить налоги вообще не выходя из дома. Это сайт госуслуг, на котором можно просмотреть свою задолженность и оплатить ее онлайн. Это Сбербанк онлайн, в случае если плательщик получает квитанции на бумажном носителе. Но в этом году мы заметили, что наибольшим спросом пользуется личный кабинет налогоплательщика. Если кто-то не успел, не смог заплатить налоги вовремя, какие последствия могут грозить должникам? Неуплата налогов должниками в установленный срок влечет за собой ряд последствий. В первую очередь это начисляются пени на задолженность после срока уплаты налогов. После истечения срока уплаты, установленного в требованиях, налоговым органам будут сформированы заявления о вынесении судебного приказа на взыскание за счет имущества должника из банковских счетов. При этом после получения судебных приказов из судов они будут направлены в службу судебных приставов для дальнейшего взыскания. Судебные приставы в рамках обеспечения взыскания этой задолженности накладывают арест на имущество должника. Судебный приказ может быть направлен работодателю по месту работы для взыскания заработной платы. Совместно с судебными приставами из ГИБДД налоговыми органами регулярно проводятся рейдовые мероприятия на дорогах края. По розыску плательщиков, вручению им информации о задолженности, при этом если попадется должник в такой ситуации, то судебные приставы могут тут же арестовать его автомобиль для дальнейшей его реализации и погашения задолженности. Людям, активно путешествующим и собирающимся в отпуск, не стоит забывать о том, что судебные приставы должникам с задолженностью свыше 10 тысяч выносят постановление о запрете на выезд за пределы Российской Федерации. Таким образом, подводя итоги всего сказанного, можно сказать, что не платить налоги оказывается невыгодно, потому что это влечет за собой ряд последствий. И мы все-таки надеемся на то, что граждане нашего города и района до Нового года погасят свои долги. Наталья Леонидовна, спасибо вам за этот конструктивный диалог, нужные сведения для анапчан. И поздравляем вас с наступающими праздниками! Субтитры создавал DimaTorzok